Человек по природе своей несовершенен. Ну его, значит, надо его как-то улучшать. Человечество — это коллективно мыслящее существо. Не человек, а человечество. Каким мы его знаем сейчас? Та самая неолитическая революция. У нас у всех изменяется соматическая природа. Человек не справится с возможностями технологий. Человечество должно помогать само себе. Уважаемые участники разговора нашего, Игорь Вениаминович, Юрий Вячеславович, Алексей Викторович. И к нам еще Евгений Борисович присоединится. Мы его, например, в центральное кресло посадим. Наш такой разговор, то есть такой мини-квартирник мы организуем. И у нас Евгений Борисович придет. Мы его не будем погружать в контекст. Мы сразу его попросим высказаться. Вот если есть две точки зрения, две противоположных точки зрения на человека. Первое. Человек по природе своей совершенен. И смысл жизни – реализация потенциала. А второе. Человек по природе своей несовершенен. Ну, значит, надо его как-то улучшать, усиливать, апгрейдить. Вам просто короткий вопрос. Какая точка зрения ближе? И как ее нужно уточнить, чтобы как-то образ результата или как бы мировоззренческую конструкцию докрутить, домыслить? Вот, Алексей. Я еще раз. Мне было велено быть жестким традиционалистом, но я по рассеянности с утра в этом самом, в переносном, на шахитнике забыл свою накладную бороду. Вынужден буду, вернее, в силу этого факта, несколько более сбалансированный тезис сказать. Так вот. Как ни странно, именно консервативная точка зрения, да, причем совсем консервативная, опирающаяся на традицию, религию и все остальное, она ближе к тому, что человек несовершенен. Да, почему? Потому что первородный грех. А в природе? А если говорить про природу? Про потенциал? А кто сказал про природу? А кто сказал, что природа совершенно? Подождите. Представление о природном и естественном, как о недосягаемой вершине совершенства, оно уже сейчас может вполне быть, вот на современном уровне развития, может вполне быть подвергнуто ревизии. Да, она, природа, так сказать, ее можно и нужно улучшать. Известная нам история человечества началась как раз таки с того, что мы в какой-то момент взяли и принялись наглым образом улучшать природу. Я имею в виду, начали выращивать культурные растения и одомашнивать скот. То есть вместо того, чтобы брать из природы то, что она вся себя такая совершенная производит сама собой, значит, мы взяли и наглым образом принялись ее переделывать под свои нужды. Вот. И, в общем-то, именно с этого момента человечество вот как бы и стало тем, каким мы его знаем сейчас. Та самая неолитическая революция, которая произошла где-то 10-12 тысяч лет назад, да, радикально изменившая вообще все судьбы человечества, да. Вот переход от охоты-собирательства к земледелию и скотоводству. Ну, то есть скорее ко второй точке зрения, да? Поэтому, поэтому. Должны ли мы останавливаться, когда в ситуации, начав улучшать природу, мы в процессе этого улучшения, процесса улучшения природы дошли до самих себя? Вот так должен примерно стоять вопрос. Останавливаться в процессе эволюции? В процессе, наоборот, вмешательства в эту эволюцию. То есть, почему нам не страшно было и продолжает быть не страшным сколь угодно, как угодно, перекраивать природу под свои потребности, но почему нам, значит, должно быть страшно и стремно перекраивать под свои потребности самих себя? Интересно. Так, это прямо-прямо неожиданно. Можно выбрать, ну, вот из двух крайностей или дополнить от себя? Я бы хотел другого ракурса. Давайте. Ну, если говорить о человеке, вот в таком контексте, в котором мы здесь собрались, где-то как-то касаемо биотехнологий, то вот у меня был случай жизни, опыт такой. В 90-х годах меня заинтересовали последствия чернобыльской катастрофы. И мы тогда устроили целую большую программу по чернобыльской зоне на стыке трех государств по чернобыльскому социуму. То есть, как повлияли последствия этой катастрофы на людей со всех точек зрения, включая исследования организмов отдельно взятых людей, животных и даже растений. Мы пользовались таким, если вам о чем-то говорит, кресло сечь. И дальше выясняли, как это сказалось на людях и других, и растениях, и животных. А также исследовали и духовную составляющую, если даже культурную, правильнее сказать, составляющую. И потом мы распространили эти исследования на другие социумы с тоже измененной биологической, соматической природой вследствие техногенных катастроф. То есть, люди, которые служили на атомных подводных лодках, люди, которые подверглись к радиоактивному заражению в результате испытания ядерного оружия. В общем, 10-15 таких социумов на планете есть. И на примере вот этих социумов мы увидали тогда, 30 лет тому назад, то, что сегодня стало нормой. Тогда вот эти изменения соматические, наследуемые, которые возникли в ходе катастроф, они были, просто они опережали время. Сегодня мы все находимся в такой ситуации, когда у нас у всех изменяется соматическая природа. И вот если смотреть на тот наш опыт, на результаты тех исследований, то у меня создалось впечатление, во-первых, человек адаптируется к чему угодно. И человек, у которого радиоактивное заражение или болезни, возникшие в результате техногенного воздействия, он все равно остается человеком, будь он больной или будь он здоровый, который оказывает помощь людям больным. И, исходя из этого, я думаю, надо экстраполировать вот те наши исследования и на современность уже как на норму современной жизни всего человечества. То есть, нам надо ставить понятие человека таким образом сейчас, что человечество должно помогать само себе. Вот если тогда, 30 лет тому назад, мы видели, как со всех сторон самые лучшие люди в других странах, они помогали вот этим бедствующим, пораженным радиацией людям, вот так сегодня человечество должно вырабатывать такое ядро в масштабе планеты из тех людей, которые осознанно помогают другим людям сохранить свою человеческую норму. Где-то нужна медицинская помощь, где-то нужна духовная помощь. Поэтому, мне кажется, что это есть вопрос о норме. Что есть человеческая норма сегодня? Ее надо переформулировать понятным языком, ибо у нас у всех меняется соматическая природа, и она будет разнообразной у каждого. Мне кажется, что норму надо определять сообразно пониманию Бога или природы, может быть, если понижать уровень обобщений. То есть, в той степени, в которой мы помогаем приблизиться к чему-то сверхъестественному или к чему-то очень-очень большому, например, к познанию Вселенной, вот это есть норма. А все остальное надо подтягивать к этому. Спасибо. Неожиданный ракурс. Ну, я бы, конечно, ответил совершенно однозначно а, несовершенен, б, Господь задумал весь этот эксперимент для того, чтобы посмотреть, а действительно ли способен человек пройти соответствующий путь к Богу, то есть по совершенствованию, и наблюдает за этим. И, конечно, здесь развилки очень разные, в том числе и развилка в сторону как бы деградации, то есть траектории возможные разные, как в совершенствовании, как действительно улучшение, как... Но при этом я бы хотел сказать, что меня в большей степени интересует не совершенствование физической природы человека, а совершенствование его культурной сущности и в этой связи тут еще работать и работать. И в некотором роде сейчас самый кричащий и радикальный вопрос это соразмерность возможностей физического достройки, так скажем, человека, соразмерность и согласованность его с культурным развитием. Вот здесь есть риски в том смысле, что когда его культурное и духовное развитие не будет отставать от возможностей сугубо технологических, ну тогда есть возможности технологические, в смысле такие довольно катастрофические последствия, потому что он, человек, не справится с возможностями технологий, не обладая определенным культурным духовным развитием. Прежде чем заходить на тему, о которой хочется с вами поговорить, красные линии и этика, уточняющий один вопрос. Сергей Алексеевич Смирнов уже все знают. Это наш философ новосибирский, у него есть антропологическая альтернатива, такой документ. Он очень активно пользуется христианской, ну как бы христианством в обосновании идей, антологии, да, вот словами. И я где-то, наверное, на третий разговор только с ним дошел до того, что просто задав прямой вопрос, я был уверен, что этот человек церковный христианин, что он в Бога-то не верит и в жизнь вечную и не верит. Вот вопрос каждому простой. Вы в жизнь после смерти, Игорь Владимирович, верите? Конечно. Вы верите. Юрий Славович. Это другая будет. Ну да. Это не когда говорят жизнь, подразумевая человеческую жизнь. Нет, ну я имею в виду христианство. Существование. Да, да, да. Юрий Вячеславович? Я не задумываюсь. Это будем зачитывать как мягкое отрицание. Нет, я просто реально не задумываюсь. Хорошо, Алексей? Очень просто. У нас двойственная природа, собственно, как бы есть биологическая, которая смертная, вот, а есть ментальная, которая с самого начала по архитектуре спроектирована как бессмертная. Вот, да, причем бессмертная в обе стороны. И после смерти, и что интересно, до рождения об этом мало говорят. Вот, собственно, именно поэтому как бы смерть такой, носит такой характер в культуре экзистенциального вызова. То есть мы спроектированы как бессмертные, да, наше сознание спроектировано как бессмертное, как безначальное и бесконечное. Вот, а биология нам предписывает отдать концы. Уточняющий вопрос. Персонально Алексей, Викторович, Чедаев в вечную жизнь верит или нет? Вот, подождите, жизнь после смерти и вечная жизнь это разные вещи. Давайте так. Вот, вот уже прямо сейчас вот этот кожаный мешок, который сидит вот на стуле и вещает, это очень маленькая часть, значит, Чедаева, потому что большая часть Чедаева это тексты, значит, какие-то дела, воспоминания. не мысли оставленные, не книжки, а вот конкретно... Почему? Смотрите, что мешает кому-нибудь после, значит, моей смерти взять и на всем этом натренировать нейросетку, значит, и сделать персонажа очень похожего на меня, будет так же вот разговаривать, значит, так же общаться и так далее. Ну, допустим, физически он пока не будет присутствовать, он будет вести соцсети. Вот, но когда технологии дойдут, значит, запихают и в какого-то, так сказать, да, там, робота Софию, вот, вообще никто не заметит, что я умер. Не, уточняю еще просто христианский вопрос, вот в него. А, вот, если, давайте я отвожу вопрос как некорректный, потому что как только мы начнем разбираться, что такое христианский взгляд на этот вопрос, вот тут мы с вами просто, ну, как это, все, вот можно просто распускать мероприятия и, значит, и сворачиваться. Вот, давайте так, по-простому, я православный христианин, воцерковленный, практикующий. Понятно, понятно, это позиция. Евгений Борисович, мы просто, да, я хочу дополнить, я почему так ответил, что я не задумываюсь, по той причине, что он, я просто понятие смерти не очень воспринимаю, по-моему, если человек существует, то, говоря, в физических категориях, он является чем-то типа излучения, во всяком случае, оно из него исходит, а оно никогда не исчезает, поэтому понятие смерти, это понятие скорее из области, ну, метафизической, религиозной, но оно не касается природы, и в этом смысле задумываться о смерти, это задумываться действительно в религиозных категориях, а в категориях естественно-научных просто нет смысла. Женя, персонально, Евгений Борисович, Кузнецов, в личную, в собственную жизнь после смерти верит или нет? Ну, вот именно в религиозно-христианском, в религиозно-христианской парадигме взгляда или любой другой религии? Да, спасибо. Я попробовал видеть развернутая. На самом деле, страшно интересный вопрос, о котором я думаю всю свою жизнь, потому что это, на самом деле, главный вопрос, и он настолько главный, что вокруг него, по большому счету, верится вся история. Недавно мы с одним моим старым другом его размышления в области религиоведения, он что-то на старости подался в религиоведение, мои там старые модели цикличности истории клади, и получалось, что действительно каждые там примерно 500 лет в цивилизации находится новый вариант сборки ответа на этот вопрос, возникает некий гигантский импульс в виде той или иной крупной религии или модификации крупной религии, и дальше возникает последующее развитие истории, как-нибудь отдельно об этом расскажем, это очень интересная история. Так вот, лично я в свое время долго искал ответ на этот вопрос, проделал весь путь классических 80-х от такого апокрифического христианства до карма-йоги и так далее, ища в разных текстах ответ. И в итоге у меня сформировалась картина, которая постепенно формируется всю жизнь, сейчас она получила очень мощное подкрепление благодаря появлению искусственного интеллекта и демонстрации его возможностей, состоящее в том, что человечество это коллективно мыслящее существо, не человек, а человечество. На самом деле человечество как единый субъект еще до сих пор в том не существует, но человеческие сообщества это коллективно мыслящие существа, потому что весь наиболее значимый продукт, производимый сообществом, производится благодаря коллективной деятельности. Если взять абстрактного человека, поместить его одного голого и боссого на необитаемый остров, он в лучшем случае выживет, но он не создаст даже культуру сравнимую с 10 тысяч годами прошлого. Это история про Робинзона Круза и про таинственный остров. Это такая история очень надуманная на самом деле. Выжить голому и боссому почти невозможно. Как коллективно мыслящие существа мы имеем целостное культурное поле, которое вместе взращиваем. Это наш общий продукт. И в этом смысле индивидуальное существование является каким-то элементом этого общего существования. В этом смысле я полностью поддерживаю коллегу, что действительно завтра меня не будет, но в виде всей моей предыдущей деятельности я, конечно, остаюсь. Другое дело, что я физически исчезаю и из поля внимания пропадаю, но мои действия сохраняются. Более того, недавно это получило потрясающее, очень красивое подтверждение в виде исследования, когда разбирались, почему первые версии китайского искусственного интеллекта не включились, были очень тупыми, изучали, как их обучали, выяснили, что их цензурировали на входе, и это было как бы практическое доказательство теории, что цензурирование информации на входе не позволяет свариться интеллекту. И всплыли исследования еще в 70-х годах про советское научно-культурное поле, которое тоже было глубоко цензурировано, и в нем выяснилось, что в нем не происходила глубокая деградация, она была не глубокая, но не очень глубокая, потому что очень многие концепции и идеи, существовавшие в глобальном культурном поле, таки проникали в советское культурное поле, но, как правило, в виде реплик, то есть, классики Маркслена или советские философы спорили с какими-то западными теориями, тем самым западные теории копипасты в их книгах появлялись, и таким образом получается, что процесс коллективного действия существует, вот здесь самый интересный момент, про который ты спрашиваешь, это какое место вообще действительно конкретной субъектности, там, души, там, человека конкретного, как он сам себя в этом видит, и я для себя сделал такой вывод, что на самом деле вот это представление о смертности человека и отношении к смерти, это некоторая, как сказать, каталитическая субстанция, которая призвана быть мерилом нашего ежесекундного действия, то есть, на самом деле, мысль о смерти и идея о смерти, она существует для того, чтобы каждую секунду твоей жизни существовала какая-то ценностная точка отсчета, чтобы любое твое действие, оно существовало по отношению к чему-то, к какой-то точке отсчета, и в этом смысле отсюда исходит эта история, что там за собой в груб ничего не утащишь, поэтому как я отношусь к смерти и к вечной жизни, как я ответил, в принципе, она меня совершенно не пугает, у меня в этом смысле такой самурайский подход, то есть каждая следующая минута может быть последней, и слава богу, моя задача прожить эту минуту, но задача, мне кажется, любого человека это максимизировать, во-первых, свое участие в коллективной деятельности, то есть делать его осмысленным, то есть не тратить свою жизнь просто так, а во-вторых, чувствовать этот камертон, то есть не забывать о том, что действительно есть какая-то точка отсчета, и твоя текущая деятельность относительно этой точки отсчета может быть просто глупой. Вот это моя позиция, в этом смысле... Уточняющий вопрос, горизонт, ну как бы, вот горизонт взгляда на меня как вот единицу, которая пришла в этот мир, это вот эти 70, 80, 90, дай бог 100, дай бог 120 лет вот в этом мире, либо это гораздо больше горизонта, потому что смерть это просто точка моего перехода в другое состояние, вот это как-то себя... То есть эти 100 лет или вот эта жизнь, она закончится здесь, и дальше ты будешь существовать в текстах, в видео, в интервью, вот в этом разговоре, либо ты веришь в то, что ты, как Евгений Кузнецов, останешься, твое сознание останется, это будет, ну, просто душа, какая-то оболочка другая, но ты будешь существовать, у тебя будет жизнь другая. Вот еще раз, я в свое время, опять же, начитавшись того корпуса текста, который я вам сказал, сделал для себя вот такую интеллектуальную конструкцию, что когда мы говорим о человеке, мы не говорим как о какой-то вот единой как бы сущности от и до, там, от ботинок до темечка, нет, на самом деле в человеке есть действительно нечто абсолютно уникальное, то, что там в разных религиях называлась душа, там, монада, там, и так далее, као, и так далее. Есть набор его действий, сотканных из общего, это тоже разное, там, тело, там, это часть, там, прах к праху, это часть биосферы, условно говоря, и так далее. Поэтому твой вопрос, его надо сначала уточнить, верю ли я, что я со своими всеми прибабахами и тараканами буду жить вечно? Да и, конечно, не буду, растворюсь в почве и слава богу. А мой импакт, мой импакт... Это прям ответил, прям супер ответил. У нас получилось тогда, теперь я прошу роли примерить, вот с Алексеем поговорил, какую я тебя попрошу занять позицию, и вот с этой парадигмы ответить на следующий вопрос. Позицию такую, что мир материален, метафизика – это что-то в стороне, оно как бы придумано для того, чтобы опиум народ как-то успокаивать. Есть технологии, которые развиваются, мир, который развивается, и вот мы живем в этом мире. То, что сегодня фронтирными двигает процессами технологическими. Атеистическое мировоззрение, если там другими словами говорить. Вот с этой точки зрения, если ты окажешься в кресле правителя мирового или не мирового, а вот просто человека, который принимает решение, не надо ни с кем согласовывать ничего. Тогда. И ты имеешь возможность спустить вниз инструкцию. И есть область знаний и область научная, такая как биотехнологии, которые уже сегодня залезают в человека с разной степенью, с разным погружением. Вот каким образом ты бы сформулировал рамку этического каркаса для биотехнолога и где бы нарисовал красные линии? Потом этот же вопрос я задам Алексею как представителю уже традиционных религиозных мировоззрений. И у нас есть два представителя светского знания, которые вот как-то отрефлексируют на две ваших крайних точки. То есть ты мне предлагаешь занять радикально-технократическую роль? Да. относительно к тому, какие у меня свои идеи, потому что они достаточно гибкие. Можешь как-то после этого свою какую-то оценку дать, но сначала вот да, радикально-технократически. Окей, но если смотреть радикально-технократически, то практически любая смысловая обвязка, то есть наша рефлексия и отношение к происходящим является следствием изменения в природе вещей, то есть изменения в том, что происходит. То есть в общем-то идея, например, христианство появлялось в человечестве, которое жило, если не ошибаюсь, около 40 лет. И, ну, в средней продолжительной жизни, там 40 с небольшим было. А еще на исторической их памяти был период, когда жили там 30 лет. Ну, историческая память и то, что в сказках, преданиях, в Ветхом Завете и так далее. Все последующие церковные трансформации происходили в человечестве, которое жило уже 50 лет, а сейчас мы живем 70, а некоторые даже 80. Поэтому остановка задачи звучит таким образом, потому что мы должны спроектировать нашу социальность так, чтобы учитывать изменения нашего жизненного цикла. Я вот здесь чуть-чуть не успел ответить, еще вернуть это в первый ответ, когда спрашивал про тело. Вот, например, сейчас человек, он не живет одну жизнь в течение жизни, потому что одна жизнь культурно-исторически это примерно около 40 лет взрослой жизни. Ты выходишь в жизнь, формируешь семью, выращиваешь детей, доживаешь до внуков. Около 40 лет. Что делать дальше становится не очень понятно. Слушай, мне 47, у меня внуков нет. Я застрял, да? Брат, да, мы в одной лодке, поэтому мы просто в новой реальности, у нас это откладывается. Но суть не в этом. Суть в том, что классическая культурная рамка не подразумевает, что ты в 60 можешь снова сесть на мотоцикл, завести себе девушку и поехать. Когда американцы это пытаются сейчас делать, это принесла материальная культура в нашу жизнь, над ними весь мир стебется, думает, что это как-то там, какое-то... На самом деле мы адаптируемся к этому. Поэтому задача современного биотехнолога это помочь человеку войти в концепцию мультижизненных сценариев. То есть ты в течение жизни проживаешь несколько жизней. И ты должен, когда ты исчерпал первый проход, когда ты там выстроил жизнь, построил дом, посадил дерево, вырастил детей, говоришь, окей, пошли дальше. Начинаем что-то новое. Можно уточнить, то есть если я мужчина 65 лет, то у меня моей мужской силы должно хватать на девушку 20-летнюю. Естественно, у тебя должно хватить еще всех остальных сил еще 20 лет детей вырастить, поставить на ногу, а потом подумать, не пора ли в 80 снова что-нибудь там начать. Еще раз, это современная трансформация социальной ткани, которая происходит в обществах, которые входят в порог 80+. Красные линии. За что переступать нельзя? Как вообще это формулировать? Знаешь, вот на позициях технологического детерминизма красные линии заранее не формулируются. Мы должны опытным путем прийти к тому, чтобы увидеть, какое изменение порождает наиболее критические порождения. Потому что изнутри нашего текущего понимания мира мы не можем понять, как будет устроен мир после сдвига парадигмы. Это как бы аксиома всех технологических денег. Можно ли принять такой ответ? Красных линий нет. Экспериментируем со всеми. Нет, они возникают по ходу дела. То есть, если мы выясняем, что какой-то процесс создает существенные риски, мы эту линию рисуем. Но в режиме ТЗ, в режиме ТЗ его нет. А я в начале вопрос задавал всем. Ну, например, кроме уничтожения человечества. Уничтожить человечество, да, это риск. Тебе повторю, помнишь вот этот фильм, где главный герой пьет таблетку и у него сразу зрение, мысли, мыслительные способности усиливаются. И вот, допустим, появился укол, такой вакцину разработали, один раз укололся и ты стал суперчеловеком. Зрение, память, все на порядке увеличивается. Да, когнитивные способности, возможности. И вот есть вероятность 50 на 50. 50 процентов, что что-то будет, какие-то побочные эффекты непонятные, неприятные. Но 50 процентов вероятности удачи. Ты попробуешь такой укол? В любом риск-менеджменте... 50 на 50, да. Да, в любом риск-менеджменте есть свои как бы правила. Не-не, просто да, нет. Еще раз, я нет, именно потому, что нормальный риск-менеджмент градусов 50 на 50. 70 процентов вероятности. Не важно, важно оценить... 99 процентов вероятности. 99 процентов вероятности успеха? Да. Тогда да. А 70 еще нет. А 70 скорее нет. Хорошо, спасибо. Алексей, мы переходим к... ну вот, к этой части мира. И тоже та же самая установка. Вот там в руках оказалась власть. Не надо ни с кем договариваться, ничего согласовывать. И есть вот эти биотехнологи, которые бегут просто выпучив глаза и готовы экспериментировать с чем угодно. в генной инженерии у животных они уже умудрились скрестить корову с курицей, и это животное начало давать молоко с яйцами. Ну, такая генная инженерия просто. И они говорят, вот дайте нам поэкспериментировать наконец-таки с человеком. Вот мы сейчас сделаем такого человека, вы просто на загляденье. Ну, технологии развиваются. И вот вы, у вас есть власть, и вы имеете возможность задать этический каркас этим биотехнологам и нарисовать красные линии. Как бы вы его сформулировали? Ну, тезис первый. Традиционалист настоящий, верующий, никогда, ни одной секунды не оказывается в ситуации, когда ему не надо ни с кем советоваться. Значит, один суфий собрал своих учеников, дал им по курице и сказал, значит, вот вам задание, идите и съешьте ее, ну, так, чтобы вас никто не видел. Значит, ну, через какое-то время, и принесите мне кости в доказательство. Ну, через некоторое время каждый возвращается с мешком костей, а один возвращается с курицей. И, соответственно, учитель на него там с дубиной, как ты, значит, посмело слушаться моего приказа, там, значит, я тебе, я вот твой учитель, я тебе сказал, значит, я не смог найти в этом мире место, где бы меня Аллах не видел. Нетрудно догадаться, что именно он и стал преемником, это был скрытый выбор. Поэтому традиционалист, он как раз, наверное, тем и отличается от нигилиста, что нигилист это такой экспериментатор, который строит мир от себя и считает, что мне все можно. я сам себе есть мера всех вещей, что мне хорошо, что я считаю хорошим, то и нормально, то и окей. И не надо мне ставить никаких внешних ограничений. Значит, а традиционалист, он, как бы, это, наверное, главное сущностное его отличие состоит в том, что вот он живет в мире этих ограничений, причем эти ограничения многослойны. То есть на самом поверхностном уровне на него накладывает ограничения просто сама традиция, в том числе кодифицированная. То нельзя, это нельзя и так далее. И вплоть до мелких подробностей ритуала. Напоминаю, самый главный раскол в истории нашей церкви случился по поводу каких-то вещей, которые нам сейчас вообще кажутся странными из Сирии двумя или тремя пальцами креститься. А на более глубинном уровне он должен с Богом соотноситься. То есть он, как это, не помолясь, не может такие вопросы решать. Вот он, значит, будет воля твоя. У нас на Новотворной Архипелаге в результате одного из, одна из групп точнее, пришла. Это был генетик. То есть это не представитель гуманитарного знания, это был генетик из Института цитологии генетики. И они сказали о том, что биотехнолог, ну вообще не разобраться, то есть этический вопрос настолько сложный, биотехнолог обязан верить в Бога. Ну тогда вот какая-то парадигма, ну то есть это там посмеялись, как бы так улыбнулись, убрали это все, но получается ответ сейчас такой, да? Что этический каркас, ты должен быть верующим человеком, тогда... Причем сказать так это ничего не сказать этого мало. То есть первый ответ да, но он неполный. Потому что верить в Бога дальше начинается, так сказать, а у меня Бог в душе. Да, вот я и есть орудие промысла Божьего, говорит дальше нигилист. Да, вот я со своим Богом в душе посоветовался, и он мне разрешил. А я все-таки попробую развенуться. Вячеслав Рыбаков рассказывал о том, что вот чем мы отличаемся, например, от китайской традиции, гитайская традиция смогла сформулировать этику чиновника. конфуцианство вокруг этого построено. Как жить? А у нас вот есть как спасаться, это есть традиция православия, а вот как жить в миру мы как-то не смогли сформулировать ни к концу 19 века, в конце, в 20 веке русские писатели фантасты первые, кто смогли вот именно этот этический каркас, это его точка зрения. Так вот, если мы все-таки уберем, мы говорим о том, что ну, верующих-то, дай бог там проценты, чуть больше, все-таки мы живем в сегодняшнем мире, мы не можем требовать от биотехнолога быть верующим человеком, а все-таки в переводе на светский язык. Как эти красные линии отчерчивать? Ну, первое, по поводу того, что верующих мало, я, будучи на линии боевого соприкосновения, наблюдал, как их стремительно становится больше, да, просто в силу того, что, так сказать, люди оказываются в такой ситуации, люди даже не знали, что они, оказывается, верующие, вот, а в этой ситуации таковыми становятся, не бывает атеистов в окопах под огнем, да, то есть, вопрос о том, верующий ты на самом деле, или нет, зависит от того, в общем-то, в какой ситуации ты оказался поставлен перед этим вопросом, поэтому то, что вы говорите, что у нас, так сказать, там, как-то верующих мало, это просто значит, хорошо живем, то есть, можем вполне себе спокойно существовать, не сталкиваясь с экзистенциальными вызовами, избегая их, можно иногда даже всю жизнь, а в этой ситуации даже вопрос не встанет, зачем надо в кого-то там верить. Возвращаясь к первому ответу, я правильно понимаю, что природа несовершенна, что есть первородный грех, что вот этот взгляд традиционный можно, ну, каркас этический, по крайней мере, таким образом нарисовать, но ведь смысл жизни верующего человека это спасение, спасение души. Вот, и вот здесь ходит собственно глава. Тогда какой смысл беспокоиться о том, что с этим телом происходит? Давайте так, давайте так. Пусть эти биотехнологи делают, что хотят. Вот разные новейшие исследования показывают, что в зависимости от химического состава тела у тебя меняется состав, ну, того набора бактерий, которые ты на себе носишь. Вот, да, вот каждый из нас носит 2-3 кило бактерий на себе. 6. Вот, ну, допустим, значит, вот, и они очень, состав их очень сильно меняется, а, значит, в зависимости от этого меняется и то, что они делают, и то, как они влияют на нас, ну, в частности, например, становится понятно, что тот, у кого много там сладкой пищи в рационе, он становится гораздо больше склонен к депрессиям. И, следовательно, гораздо больше нуждается в разных антидепрессантах, либо химических, либо информационных. Вот, да, отсюда мы видим прямую зависимость между состоянием организма и спасением души, то, что в христианской традиции преодолевается постом и молитвой. Вот, да, то есть не случайно же пост, то есть мало одной молитвы, да, стоять и молиться, надо еще и с телом произвести определенную операцию для того, чтобы вот все получилось. То есть, оказывается, да, оказывается, значит, вот эти странные бородатые люди из монастырей занимались разными операциями по улучшению своей физической природы задолго до того, как на эту поляну набежали вот эти ваши биотехнологи. Юрий Вячеславович, ваша рефлексия, хочется, чтобы, конечно, вы максимально критически в роли Баба Яга всегда против каждого из предложенных рассмотрели. Ну, в общем, что на сердце? Вот есть потребность в этическом каркасе, есть запрос от научного сообщества, которые говорят, ну, подскажите, как нам ориентироваться, а то нас что-то уносит куда-то. Вот вы бы со своей стороны что предложили? Я бы оттолкнулся от клятвы Гиппократа. Просто переформулировал применительных современностей. Именно от той части клятвы Гиппократа, которая сделала невозможным сегодня основанный на ней кодекс этики, например, западных медиков. То есть там, где речь идет о сохранении жизни, о запрете на аборты и подобных вещах. Почему? Как это можно переформулировать применительно к современности? Мне кажется, во-первых, когда мы занимаемся изучением общества и какими-то рекомендациями, красные линии возникают. Первое из них, которое я бы считил, это безопасность. То есть всякое исследование, всякая рекомендация, она не должна вести к самоубийству или к убийству того, кому вы рекомендуете нечто. Поэтому первое, это безопасность. Понятие безопасности можно расширить. Например, если сегодня биотехнологии так глубоко вторгаются в соматическую природу человека, как они вторгаются, значит, понятие безопасности должно быть распространено на все человечество. Это значит, что то, что мы делаем, то, что мы изучаем, рекомендуем человечеству, даем человечеству, оно не должно вести человечество к исчезновению. Раньше, пока биотехнологии не достигли нынешнего уровня, люди это понимали на уровне достижимых им технологий, скажем, запрещали кровосмесительные связи, понимая, что они влекут за собою дегенерацию неких социумов и их исчезновения. Сегодня вот такого рода запреты должны познаваться. это должно быть одной из главных задач человеческой науки. Уточнить вопрос можно, когда человечество произносит, вы имеете в виду биосферу, экосистема планеты или конкретно людей? Самопытность людей. Люди. Да. Людей как носителей разума. Значит, первая задача современной науки это познание тех закономерностей, которые на новом технологическом уровне могут повлечь за собою катастрофу исчезновения человечества как явления. Вторая закономерность, которая должна познаваться наукой и выдаваться в виде рекомендаций и достижений это продолжение жизни. Это все та же клятва Гиппократа, просто примененная к новому уровню технологий. Жизнь вещь сложная, тем более, что вещь идет о человеке. Если раньше до того, как биотехнологии вмешались глубоко в соматическую пряжу человека, это касалось в основном выживания детей и с тем, чтобы они достигли взрослого возраста и оставили потом потомство, которое тоже будет в состоянии повторить этот цикл. Сегодня это понятие жизни требует гораздо более глубокого технологического знания и более глубокого сознательного вмешательства. Это вторая задача науки и вторая задача рекомендаций, которые мы выдаем на гора и, соответственно, тех достижений, которые передаются в распоряжение людей. И вот тут возникает вопрос о справедливости. Потому что ставя задачи выживания человечества как вида, мы можем обладать тем могуществом, которым обладают биотехнологии, мы можем прийти к идее кастового или наподобие того построения человечества. С тем, чтобы разные социальные группы обладали глубоко разной соматической природой. Вот понятие справедливости или социальной справедливости, биосоциальной справедливости, оно подразумевает формулировку человека. Вот формулировку человеческой нормы на новом уровне. Я бы ученым не оставлял. Вот здесь скорее нужны люди религиозные, надо к ним прислушаться. Удивительный разговор, если честно. Значит, я как представитель светской науки, который мне роль, я начал разговор с Богом. Значит, обычно я с Евгением спорю, а сейчас я готов с ним согласиться, именно как социолог. В том смысле, что красные линии не нужны? Нет, я хочу согласиться с тем, что человек существует как общественная связность, общественная сущность, не как индивидуум. А как, ну, вообще говоря, это и Карл Маркс говорил, да, про ансамбль общественных отношений. Человек есть ансамбль общественных отношений. А одна моя знакомая, она замечательным образом как-то пришла и сказала, я поняла, Бог создал не человека, Бог создал человечество сразу. Вот это, он создал общество сразу. И человек существует только как элемент вот этого человечества и общества. и отсюда собственно вытекают и мысли относительно красных линий. Вот одно дело это та самая физическая безопасность, о которой Юрий сказал, да, то есть биотехнологии или вообще новые технологические инновации не должны угрожать физической безопасности, не должны приводить к физической гибели. Но можно было бы так сказать, что они не должны приводить и к общественной гибели, а что является гибель для общества? Это разрывы, это расколы, это нарушение той самой связности, в которой существует человек. И если какого-то рода новации технологические дают кому-то возможности выскочить из этого самого общества настолько, насколько он становится уже ну как бы совсем особенным, совсем как сказать, отличным от других настолько, насколько он может вот все эти антиутопии с Элизиумом и так далее, когда фактически человечество раскалывается на недочеловеков, нечеловеков и совсем сверхчеловеков, это тоже самое гибель общества. Замечу, кстати, вот вспоминают сейчас очень часто, что двигало тех американских физиков, участвующих в Манхэттенском проекте, к тому, чтобы передать секреты СССР. Не склонность или любовь к коммунистической идеологии, а просто постулат. это не должно принадлежать одному. То есть это не должно создавать вот этой предпосылки соблазна воспользоваться своим уникальным правом на владение всем остальным человечеством. То есть технологии, которые разделяют, атомизируют, это красная линия. Абсолютно. Тогда первое, что надо сделать, надо разрушить города. Прежде всего, вот сейчас, секундочку, и вот здесь я хочу как бы говорить о том, теперь уже в позитиве. Ну, для меня вот совершенно однозначно, что вот это все совершенствование, там, что можно, что нельзя, оно имеет такой аспект, как сказать, темпоральность, темп изменений. Вот это даже более иногда существенно становится, чем сами изменения. Не их масштаб, а их, значит, скорость. То есть если к определенным новациям в той или иной степени успевают адаптироваться, их усвоить, интегрировать, интериализировать, как говорят, большинство в этом смысле они становятся допустимыми. Там, где эти инновации создают определенные расколы, не позволяющие к ним адаптироваться, привыкнуть, приспособиться, усвоить их это большинство, это те самые красные линии. И в этой связи самый главный вопрос для всех технооптимистов, значит, биотехнологов, новаторов, это, ну, как сейчас говорят, вообще говоря, уже нет технических систем, есть только социотехнические системы. То есть всегда вместе с технологией присутствует человек. И в этом смысле ученый, новатор технологический должен всегда рассматривать, каким образом его технология существует в социуме. Иначе никак. Согласовывать. Спасибо. Про города. Ну, если вы говорите о том, что всякая технология или явление, которое атомизирует человека, то город человека атомизирует. А тогда технология, которая поможет уехать из города, это то, что возвращает как раз общинность общественную. Почему, конечно, почему все говорят, что современные мегаполисы, это, конечно, просто кладбище человека. Как человека, как связанного, как общественного. Конечно. Это вот отдельные, эти самые атомизированные, прошу прощения, социальные трупы, зомби, живущие. Да, я утрирую специально, но да, такой образ мегаполису существует. У кого уточняющие вопросы есть? Можно я отвечу? Я вот не могу про это слышать. Дело в том, что урбанизация это один из самых явно очевидных, видимых, результатов как раз эволюции человечества как коллективно-мыслящего существа. людям людям для эффективности коллективного действия нужно снижать традиционные издержки на коммуникацию раз, и расширять пространство, широту, когнитивную широту коммуникации два. Кроме как скапливаться в компактных ареях, ну, областях, где можно быстрее коммуницировать с разными людьми, вариантов не существует, поэтому урбанизация это просто естественный ход вещей эволюции человеческого разума. Это как бы понятно. И когда вот говорят про то, что в городе атомизируется, пардон, мы тут с вами сидим в прекрасном месте кучкой, обсуждаем интересные вещи, получили информацию и приехали. Если бы мы с вами были жителями обычных деревенских арей, мы бы физически не смогли это сделать. Например, американская выборная система до сих пор функционирует так, как будто избиратель должен сесть на лошадь, доехать до какого-то областного центра, там проголосовать. То есть они до сих пор живут под деревенскую реальности. Из-за этого все эти проблемы с бюллетенями и голосованиями все проще чепухой. Поэтому, когда говорят, что в деревне человек более, там, менее атомизирован, это неправда. Сами общины деревенские более атомизированы. То есть человек там атомизирован, но в маленьких общинах. И поскольку они меньше общаются друг с другом, они медленнее развиваются. Это медленное развитие общин хорошо известно на примере технической эволюции и культурной эволюции всех историй. Как только начиналась города, начиналась эволюция. Поэтому здесь не может быть даже никакой дискуссии на эту тему. Но все-таки она есть. Дискуссия? Ее может не быть, но она ведь есть. Вот здесь ярко выраженная точка зрения. Пожалуйста, но только... Я думаю, здесь не надо ставить линей на проблему города, а скорее циклично. Есть же мальтузианские циклы. И как бы не раз в истории разных народов и регионов бывало, когда набежит, набежит население, потом в городах собирается, потом взорвется и все. И точно... Сейчас, сейчас, сейчас. И точно так же и с современными городами. Мы же видим, что вот-вот и начнется сокращение населения. Это тот же мальтузианский цикл, просто в новой форме и в громадном масштабе. Начнется население в силу самых разных причин, например, в силу того, что падает рождаемость. Поэтому... Вы меня простите, что я вас завел на тему урбанизации, она на самом деле отвлек, а она больная не менее, чем биотехнологии, чувствую. Хочется все-таки... Пара слов. Пара слов. О другом поговорить. Значит, конечно, когда мы говорим про атомизацию в городе, мы имеем в виду, конечно, снижение зависимости одного человека от других. Вообще не, конечно, он зависим больше. В этом смысле его связанность больше. Но при этом, собственно, просто как бы природа коммуникации меняется. Они там сохраняются и даже в городе в большей степени, но с меньшей зависимостью. другое дело, что это общая тенденция мирового развития того человечества, когда человек все меньше и меньше зависит от, условно говоря, других. Кажется, кажущаяся такая снижение зависимости. Он освобождается. Вот раньше, чтобы ему выжить, обязательно он должен быть в племени. Потом, чтобы выжить, ему обязательно нужна была семья, причем, так сказать, большая. Сейчас, в принципе, он может выживать один, ну, как хозяйственные единицы и так далее. Он может выживать и физически, и всяко. Но, значит, он просто переходит в другую сущность. Ему все равно нужны другие, другого рода связи и зависимости с обществом. Итак, уточняющие вопросы. Вопрос этики здесь поднялся, да? Иран, согласно некоторым исследованиям, в разных технологиях... Мы этот вопрос отрисуем Алексею Чедаеву, как представителю традиционного взгляда. является лидером вплоть до того, что она переезжает в такие страны, как Великобритания, Франция, США. Там есть таблица исследования Австралийского университета. И в то же время в Иране все эти технологии проходят через экспертный шариатский совет. То есть, религиозные правоведы выносят решение по поводу того, дозволено ли внедрение этих технологий или не дозволено. С одной стороны, присутствует критика общая Ирана о том, что вот там шариатское государство и так далее и тому подобное, но в то же время будет насчет внедрения такого шариатского православного. Пускай будет православного. Этичного совета, так скажем. Спасибо. Да, а что я могу думать из позиции радикального традиционалиста? Конечно, только, да, разумеется, всякая новая технология может принести благо человеку и обществу, может принести вред человеку и обществу. В точности спрогнозировать, чего в итоге будет больше блага или вреда, в принципе, наверное, невозможно, но тем не менее отдавать этот процесс на самотек, ну то есть, типа, внедрим, а там посмотрим, тоже неправильно. Поэтому, условно, духовное лицо, значит, да, исходя из опыта, соответственно, своей конфессии, из опыта, так сказать, традиции, на которую он опирается, пусть прикинет и оценит и вынесет, значит, да, вердикт, то есть, вот, та самая мета-цензура на уровне не текстов, а на уровне технологий, да, значит, дозволено, это богоугодно, но или, наоборот, богопротивно и потому запрещено. Евгений, да, он очень хочет что-то сказать. Я просто хочу напомнить, что эту развилку европейская цивилизация прошла в 17 веке, когда натурфилософия выделялась из теологии и схоластики. И тогда было определено, что поиск законов природы и построение на их основе чего бы то ни было, но то, что потом назвали инженерией, оно должно развиваться самостоятельно. Лучше всего это сформулировал кто там, я не помню, этот самый Лаплас, по-моему, что в гипотезе Бога не нуждаюсь. То есть, в научном сообществе победила концепция, что она не отрицает религию. Ни в коем случае. Это разные вещи. Просто внутри науки нельзя использовать идею Бога как костыль, который заменяет отсутствие теории. Это неспортивно. То есть, если ты что-то не знаешь, скажи, что я этого не знаю, я буду это изучать. Нельзя сказать, а вот так Бог придумал. Просто это тогда разрушает принцип. Ну, тогда эта наука перестает существовать, тогда проще действительно оставить теологию. Нет, это принципиальный вопрос. Поэтому внутри развития технологий и внутри развития инженерии, потому что технологии, инженерии, наука – это единый комплекс. Никакой набор предустановленных правил не может работать эффективно. Потому что набор предустановленных правил не содержит ответа на те вопросы, до которых доковырялась наука. И поэтому ты вынужден идти дальше. Поэтому любой теократический контроль над наукой, он ее просто выхолощивает. Он ее враждает. Евгений Борисович, а вы не согласны с нашим президентом, получается? О, как ты заострил. Мне сейчас уже собирать вещички? Он в интервью Такеру Карлсону прямо черным по белому сказал, таких, как Илон Маск, не остановить, но надо договариваться. А что такое договариваться? Ну, как раз-таки договариваться о регуляторике, о методах, о красных линиях. Я ни черта не понял, что ты имеешь в виду. И при чем тут мое противоречие? Договариваться-то с технологиями можно. Можно ограничивать. Стоп, стоп, стоп. Вот это, если это сказал Владимир Владимирович, то тогда, наверное, к тебе будут вопросы. Договариваться и ограничивать, это разные вещи. Ты понимаешь? Договариваться, это устанавливать правила. А ограничивать, это реализовывать. Нет. Это когда ты договорился. Вот что такое договор? Вот на договоре, на понятии договора, построена вся цивилизация. Вот китайская пытается понятие договора по-другому трактовать и из-за этого специфика китайского пути. Еще раз. Когда мы договорились, это закон. И нарушение этого закона должно караться. Но пока мы не договорились, мы вольны дискутировать и спорить. Еще уточняющий вопрос. Или уточняющих вопросов нет, хочется что-то прокомментировать. Я хочу сказать. Я предлагаю ввести критерии абсолютно очевидны. Это технологическая безопасность. То есть всякая свобода творчества, она должна останавливаться там, где есть угроза катастрофы. Раз человечество достигло в ряде областей, и чем дальше, тем больше достигает в большем количестве областей технологической возможности самоуничтожения в случае бесконтрольного развития творчества в этих областях, значит, там должна вводиться система контроля. И я хочу сказать, чем более будет развитым технологически человечество, тем более жесткими будут вот эти системы контроля. Иначе кранта. Поэтому свобода творчества, она заканчивается там, где возникает угроза жизни человечеству. Игорь Ванимович. Да, значит, вот в свое время, когда в Советском Союзе был такой институт, как научная, ой, комплексная программа научно-технического прогресса на 15 лет прогнозирования, и она обязательно там совмещалась, вот мой учитель Игорь Васильевич Бестужев-Влада, там советский главный футуролог, он все время говорил, что обязательная экспертиза некоторых новаций технологических, связанная с социальными последствиями. То есть каждая технологическая новация должна быть проэкспертирована на возможные социальные последствия. И в этой связи, отвечая на вопрос, да, понятно, может быть, это не шариатский эксперт, экспертный суд, может быть, это не религиозный в принципе, но общественный, как представитель, условно говоря, гражданской религии, обязательно. И вот в этой связи, безусловно, должны быть заданы определенные ограничения. Более того, человечество в принципе, подчеркиваю, имеет опыт ограничения, или, так скажем, притормаживания определенных технологических новаций. Позитивный опыт, связанный, например, с ограничением распространения ядерного оружия, 70 лет держали, клонирование человека, пока держим, и еще некоторых новаций, имеет опыт, имея предположение о рисках именно общественной безопасности. Ну, такой завершенный. Все высказались. У меня просьба Алексею выйти из роли вернуться, в общем, в Алексея Чедаева. И вопрос такой короткий. Вообще есть надежда, что мы ведь очень по-разному смотрим? Есть надежда, что мы когда-то договоримся и родим какую-то конструкцию, под которой Евгений Борисович поставит свою резолюцию, под которой представитель православной церкви подпишется, и ученый, химик, генетик скажет, да, это я тоже понимаю и признаю. Надежда есть? По-хорошему для этого не мешало бы все-таки организовать такую средних размеров гражданскую войну. После нее обычно как-то сильно легче договариваться. Становится уже когда сил нет друг друга, больше по голове бить. Любой миропорядок, так сказать, да, Вестфальская система, Версаль, да, Ялтинская и так далее, она же после больших войн всегда устанавливается. Поэтому значит, на данный момент я что вижу? Вот Игорь Вениаминович говорит, что как это общественное обсуждение, гражданская религия, вот мне, как недовышедшему из роли традиционалиста, мнения сегодняшнего общества крайне недостаточно для того, чтобы вынуть авторитетное суждение. Я хочу также, чтобы к этому мнению присоединились те, кто жили прежде нас, то есть в форме традиции, и те, кто будут жить после нас, в форме ответственности берет. Если мы сузим количество принимающих решений только до наших современников, то есть до голоса общества, да еще и подверженного разным волновым процессам, да, из серии «Глаз народа Христа распял», значит, то меня такое не устраивает, и такая кастрация религии и традиции до гражданской религии, значит, я против нее тоже категорически протестую и как и с бородой, причем и без бороды, да, в обеих ипостасях, поэтому... Это пессимистический взгляд. Нет, подождите, это как раз, извините, это утверждение, я как раз говорю, что, значит, вот все эти игры в демократию, они, значит, должны быть свернуты, вот, да, потому что традиция, она тем и хороша, что она, значит, дает тебе возможность, кроме вот, общество одномоментно может сойти с ума прямо целиком, примерно, но если у тебя есть как раз-таки ограничитель в виде традиции, то есть в виде голоса предков какого-то, да, и это учитывается, значит, да, и вот в виде ответственности, то есть голоса потомков, да, так далее, вот, то есть эти два предохранителя, как раз-то не позволяют вот этим волнам помешательства совершить непоправимое. Женя, тоже в завершении, Надежда, у тебя есть, что сможем договориться? Не, мы, конечно, сможем, единственное, что сначала подержу Алексея, потом, наверное, выскажу позицию. Я абсолютно согласен, что без мировой войны или, по крайней мере, без тяжелой глобальной турбуленции дело не обойдется, это мой очень старый прогноз, к сожалению, он реализуется. Дело в том, что есть такая русская поговорка, война все спишет, трансформировать глобальные дисбалансы, которые неизбежно возникают при технологическом развитии, другим способом, как сжигать их в конфликтах, человечество не научилось. Единственное, что я надеюсь, оно научилось, это снижать относительную долю жертв, но это тоже гипотеза, требующая очень долгих разговоров, потому что на самом деле не то чтобы очень, где-то 10-15% популяции человечество периодически сжигает с определенной регулярностью, по крайней мере, то, что мы знаем за последние 2000 лет, я не имею в виду только Первую плюс Вторую мировую войну, как единый цикл, например, нашествие Чингисхана, Троецарствия и так далее, то есть это такая определенная популяционная закономерность, периодическое возникновение таких глобальных коллизий. Одно, как бы хочется надеяться, что они не бывают достаточно регулярно, то есть мы, наверное, свои такт 10-15% популяции прошли и нас они, наверное, в ближайшее время не ждут, это хочется надеяться. Это, к сожалению, неизбежно, с этим надо жить, поэтому это как раз актуализирует вопрос про религию, про отношение к смерти, точнее, потому что нам каждому полезно знать, что прекрасное настоящее может превратиться в не очень прекрасное завтра, надо к этому быть морально готовым. Мне очень нравится мысль про то, что в принятии решений в настоящем надо добавить прошлое и будущее, но традиция как раз отменяет будущее. Более того, она отменяет настоящее. Она создает только как бы канон, и мы живем в рамках канона. Вот этому я вынужден опонировать. Дело в том, что с моей точки зрения будущее имеет не меньшую субъектность, чем прошлое. Даже при том, что будущее вероятностно, что оно возможно в разных сценариях, что нет предопределенного пути, тем не менее, будущее само по себе обладает такой же влиятельностью. Грубо говоря, оно предопределено в том смысле, что, например, тепловая смерть Вселенной неизбежна, развитие, рост объема информации живыми системами происходит необратимо и так далее. То есть у будущего есть своя гравитация, колоссальная, которую надо учитывать. В идеале, в идеале, вот опять же, традиция демократию отменяет. Я не уверен, что демократия прямо это лучшая форма, как известно, это просто лучший из альтернатив. Но в моей картине мира у прошлого и у будущего должны быть как минимум равный вес голоса. И если кто-то должен разбираться хорошо в традициях, кто-то должен также хорошо разбираться в будущем. И этот диалог должен быть равновесен. Если этого не происходит, то мы рискуем вечно отставать. Вот Алексей от нас сбегает, его уже ждут в другом месте. Я хочу спикеров наших поблагодарить. Сложная... Я еще раз убедился, что тема сложная. С какой стороны на нее не зайти, везде начинает искрить. Спасибо. Спасибо, что вы были с нами, слушали. Ну и вот если, в общем, есть желание присоединиться к архипелажным нашим посиделкам на Сахалине, присоединяйтесь. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok